по тропинке снежком запорожье научных садах это не носку горева варени константинович здравствуйте я часто как по садоводству так и по пчеловодству пополняю свои знания очень активная когда-то вы забудете из тех кто получит из рук президента премию за то что вы внедрили настоящую биологию школу но про вас ниже сегодня прослушаю одного из знаменитых пчеловодов сибири кашковского услышал чтобы человек снежинский дружил с мичуриным у мичурина всегда были улья вот я еще знаете почему когда я был командировки в абазе вот там стояли улья может быть 10 может 20 а со мной были рамки вот я померил или сказал вот эти улью они находятся геопатогенной зоне а эти нет подходит все вот и говорит так они так и есть они пустые видите пчелы и те разбираются а мы делали что биополе псевдонаучной концепции как можно вот в двадцать первом веке берет обе это для поля биополе земли псевдонаучной концепции получается мы идиоты пчелы идиоты к своему стыду я про миссию начитала мало сегодня подробнейшим образом изучила во многих вариантах его да уж натерпелся в свое время многие ситуации похожи на ваши у вас саргли сад у него затопило земли не хватало также а какой мастер часы чинил приборы на желез дороге и запретал как все перемешалось и железная дорога и металлургия и железа захотелось на если вы знали а ладно захотелось я вы сейчас но рассмотреть картину слябе которая знакома благодаря вам боже мой это же сад с пасекой вот так вот непонятный мичурин уже наука он был садоходом любителем все делал наоборот вот это я это моя реакция на и письмо почему непонятны для науки почему же наука мне кажется там была эта фраза она была кто-то из вас по моему слова за наука уже добавили бы потому что изначально фразе а потом проверю не было слова уже наука это просто вы там по моему кто-то из вас извините это не обвинение это мне хочется знать про просим все знать правду и торсы цепляюсь к вам смотрите там было написано в 30-х годах уже мичурин это это самое об этом раз фраза повторялась а там нет так разница наука кто-то из вас добавил а может быть я ошибаюсь может быть наоборот там было сокращенно праздник а где-то из дней так вот он я горжусь тем да потом он был назначен академиком он не защищал никаких этих самых диссертаций он был любителем а сделали академиком за его заслуги в саду сейчас наоборот если заслуги с академиком то никогда не будет так а теперь вот она антонина скугарева посмотрите на эти детей внимательно смотрите но может быть одному два это не интересно видите а сейчас идет таинство рождение просыпание семени видите нет смотрим дальше школьная программа изначально дебильна вспоминайте какой дури вас учили вернем школу настоящую биологию и по вам это скобка директор школы учителя биологии его это не на заплачет государственной премии вам так повезло что у вас директор школы этот самый он же журналист вот так повезло единственно в стране ждать пока вырастет вам ногти больше очень долго вся надежда теперь на актемировскую школу номер 70 долго не успеваю а вот это я выслал третья посылка почему тут стопроцентная гарантия это учеба и сейчас каждый день по нескольку писем каждый день несколько звонков садить не садить рано знаете как большая ошибка большинства вот у него пятьдесят семечек двенадцать зашло он их высадил большинстве всех стран евро может садить на большей части россии и ждут до мая до июня пока зайдут оставаясь в этом холодильнике высаживать надо высаживать высаживать вот прошло смотрите тут получилось два месяца и десять дней еще немножко уйдет я же выслал все деле вчера вчера а да вот квитанции вот они значит получается накидаем и вот эта третья посылка а я переживаю нам нельзя позориться нам нельзя представляете у детей не взойдут это все это хана это хана самой идеи или мало взойдет а вот здесь вот видели 1 сходят а вот здесь вот уже гарантия получили сразу поле поле садить 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 а ведь это не просто слива вот они какие знаете они гибридные вот сейчас угадай попробуй у меня они тоже расползлись по этими а вот это самый подвоенный есть а это самое вкусное здорово вот а это опять подвоенная красно-желтая тоже назвал самый вкусный 15 января закладка два месяца и два дня смотрите просадить железоболтун а вот это одно из удивительных явлений природы разгадать его я не могу единственное что еще как-то связать с фазами луны это отдельный вопрос один раз все сергей сделал одинаково все же цифры все нет они взошла на этой грядке я прошел вот вот почему она не стала сходить кто и дал команду не сходить ну ладно бы 1 2 3 взошло не да вот они вот это китайки есть я так люблю вот их не надо привать их тысячи лет опять камушек извините девчата дело в том что как получилось то а получилось что вы же говорите что с косточки все хана дички вырастут эти китайские сливы сейчас еще раз покажу еще не все просто знаете как получилось первые попавшиеся китайки китайки с разных деревьев заметить разный китайки 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 Ну, это ещё жёлтые для различия, я их называю уссурики. Китайки, китайки. Так вот, эти деревья тысячи лет никто не прививал. Бывает мельче. Для того и отбор из десяти выбрал. Даже не одну, две, а из десяти где-то пять-восем получается. Вот такие красивые, вкусные. Вообще без прививок. А что вы там практически наговорили? Ведь ладно бы мне, я-то просто не поверил. Но вы же наговорили-то. Брат видел 125 вебинаров или 126, да? Он видел, сколько я показывал абрикосов, слив. Растут, по крайней мере, не хуже. А если ещё папа культурнее, так они ещё и культурнее становятся. И семь, и выращивающие будущие семян. Я всё это показывал 125 вебинаров. Четвёртый год. Девы были. И вот сейчас получается так, что я вынужден повторяться. Я прошу прощения у тех, кто это уже видел. Фотографии. Ну, не все, конечно. Я стараюсь каждый раз свежие подбирать. Вот. Как я мечтаю, чтобы все дети в таких садах жили. Вот так вот. Это я к слову. Я только сейчас догадался, вспомнил, что они никогда не приварят. Никогда. А вот я и высылаю гарантированные посылки. Представляете, какое счастье будет, когда-то зайдёт. А ещё я выслал. Внимание. Это, Антонина. Всё остальное, всё же, что придётся ждать. Почему? Потому что у меня были несколько случаев, когда они с годами менялись. Сами плоды уже. То есть первый урожай и третий урожай уже не похожи. То сладкий становится не сладким. Крупный становится мельче. Мельче становится крупный. Ну, что ты будешь делать? И вот я вам выслал Артём и Амур в одной банке, в одном флаконе. Видите, взошли. Ну, немножко там, в десяток. Вот. Всё остальное, эта банка поехала к вам. Закладывал 15 февраля, 17 апреля. Квитанция. Вот она. И фотографию сделал на 17 апреля. Видите? То есть я ничего не выдумываю. Вот. И они тоже у вас зайдут великолепно. А это культурная сорта. А у них супруги, назовем их папами, ещё культурнее. Вплоть до 120 граммовых. И что вы думаете, что это, как Наталья? Ну, вот сейчас, ну, хотя бы сомнение, чтобы появилось. Ну, не выросли, девочки. Не выросли они у этого самого. У Кузнецова. Не выросли они у этого. Хотя они с простенькими сортами работали. И вот получается, что ваулины они выросли. А у меня что? Смешанный сад, он тем и хорош, что он гарантирует здоровье сада в целом. Это, извините, я шире беру тему. Просто если подумать, вы скажете, да, он согласен. То есть он должен расшифровать, а почему он будет здоровее? Почему в нём три нет или почти нет? Даже на этих, даже на яблонах. Всё, да, куча, всё вместе. Защита вместе. Летит эта чёртова тля или эта плодожорка. А она даже вот такие, яблоня устремилась, а перед ней абрикос. Фу, облетела абрикос, за ними яблоняю облетела. Понимаете, что такое смешный сад? Я крепостью называю. И вот здесь вот вас ждёт, и вашу школу ждёт чудо. Они в свою очередь были привиты на манджурцев. Они никогда у вас не замёрзнут. Никогда. А вот это вот, знаете что? Это Красноярск. Юра Тимошков, который работал у меня целый год. Вот. Когда с женой поссорился, и ко мне. Год отработал, заработал. Я тогда хорошо зарабатывал. Из рук рвали саженцы. Отдельный разговор. И увез целую коллекцию моих абрикосов и прочих яблоней. Вот уже присылают фотографию. А это какая-то зона далеко от Красноярска, но пригородная. Дача. Вот они мои эти. Вот эти, вот эти, вот они. Вот он Амур. Так и написал Амур. А вот это Амур в моём саду. Вон ещё последние попытки сохранить свою индивидуальность. Видите? Носики, хвостики. Но это последняя попытка. Следующее поколение уже всё хана. Так. У меня из-за такого разговора просто пересохло горло. И уже болит. Уже там что-то скребётся в горле. Я схожу, даю себе горячего чая этот остров. А это смотрите на дату. Вот. Чтоб мне не говорили, что у меня Крым. Вчера или позачара снимал. Я их поднял к чём. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, посмотрели, идём дальше. Это... Дело в том, что... Это самый сладкий из манжурцев. Наткнулся на фотографию недавно. Снял с него... То есть, урожай... Ну, как собрал, я никогда с дерева ничего не делал. Даже не трясу. Собрал весь урожай, косточки вам продал. После чего он был срублен, спилен железовым млачем. Места не хватает. Вот. А он был самый сладкий из всех манжурцев. Так. Это к слову, что земли нет. Когда-то кто-то из... Из вас, кто-то из нас. Кто-то придёт к власти. И первым мы говорим... Это будет в масштабах области, республики, страны. Первое будет это раздать людям землю. Пропадём мы. Человек может... Пойдёт, возьмёт ружьё охотничье, биллы возьмёт. Защищает страну, только если у него есть собственность. Земля. А на ней дом. А сейчас мы олимпены. Вот. И защищать некому будет. Ладно сами себя. Женщин, детей некому будет защищать. Вот. Понимаете? Поэтому эта фотография мне напомнила. Вот эту тему. Страшную тему. Вот. Нами командуют предатели. У нас в стране... Мы не хозяева. Вот. Мы рабы. Мы жители колонии. Только потому, что если бы нам дали землю, вся страна покрылась бы садами. Веточки 15-го числа, как видите, всё ещё спят. Ещё надеюсь что-то продать. Что-то надеюсь продать. Вот. Это бесценные веточки. И им нет равных на всей планете. Потому что... У меня есть фильм. Я его снимал вчера или позавчера. Я подошёл. За пять лет вымахали три чайских роста абрикоса и сихота и олиня. Вот. К ним не прижилась ни одна прививка. Вот. Я сказал... Сам снимаю. Сам себе режиссёр. Я говорю. Вот рядом с королевским, с академиком, с военными поживут. И будут принимать прививки. Всё. Вы мне там ставьте. Двойки или тройки покажут темы. Это целая тема. Называется Телегония. Вот. Ой, ладно. Вы видите фильм. Смешно было, когда женщина, говорит, опылила моя мёба опылила мою белый налив. Покупала. Давненько у меня же покупала. Всё это честно. Она даже... Я заставил креститься, что это не засланный казачок. Не актёр. Вот. Белый налив стал розовый. И у меня, кстати, такой же случай. Специалисты. У вас такое поле деятельности. Мы его расширяем своими этими самонаблюдениями. Помогайте. Сами себе. Вы можете такие уже настоящие диссертации защитить. Не хочется пыльных бумаг.